Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, торговая сессия среды у нас позади. Значит, сегодня мы имеем полное право и возможность проанализировать состоявшее заседание американского регулятора, которое, ну, может быть, для кого-то даже с такими печальными нотками стало еще символом, может быть, либо такой датой событием заката эпохи Джанаты Ери. На протяжении многих лет мы следили за ее карьерой, мы следили за ее образом, скажем, мыслей, за типом мышления, взглядами касательно денежно-кредитной политики и в связи с этим отстраивали наше представление о том, что с вектором денежно-кредитного курса США может происходить в перспективе, скажем, какого-то времени. Будучи фундаменталистами, понимание сути действий предпринимаемых регулятором очень важно, потому что, зная, опять же, какие инструменты используются регулятором, мы можем сразу же ответить на вопрос, от каких целей, собственно, отталкиваются эти действия, чего регулятор пытается добиться и какие проблемы решить. Ну и, соответственно, зная проблематику, инструменты решения, мы можем представить, что в связи с этим должно происходить с курсом национальной валюты. В данном случае речь идет о долларе, поэтому не будет ошибки, если мы сделаем такой значительный акцент в сторону доллара, потому что американская валюта формирует тотальные рыночные настроения не только для рынка Форекса. Курс национальной валюты влияет и на фондовую секцию, поскольку речь идет о самой развитой экономике, значит, влияние на фондовый рынок этой экономики можно транслировать также еще на, скажем, формирование рыночных настроений на прочих площадках. Собственно, даже не знаю, можно сейчас непосредственно прямо поговорить про доллар, но хотя давайте сначала мы пробежимся по нашим традиционным инструментам, а потом перейдем непосредственно к ФРСу. И на нем попробуем остановиться подробнее, потому что это важно, поскольку очень важно сейчас еще раз, возможно, один из последних, не буду говорить, что самый последний, один из последних разов снова поверить в доллар и дать ему еще один шанс, чтобы он продолжил восстанавливать свои позиции и, соответственно, оказывать давление на своих рисковых конкурентов. Сегодняшний день тоже очень насыщен на события, причем у нас в центре внимания будет фонд, у нас, собственно, будет статистика основы по штатам, очень важная, которую мы также будем использовать, чтобы торговать долларом. Плюс ко всему, мы с вами еще продолжаем готовиться к первой пятнице текущего нового месяца. Всех поздравляю с уступлением в феврале, завтра у нас новым фармпэрилс и, возможно, еще больший такой потенциальный триггер для движения доллара, если, конечно же, американская валюта будет все-таки поддержана еще, тенденция вот этого роста и на фоне потенциально сильных релизов сможет порадовать нас еще большим восстановительным движением против всего спектра финансовых инструментов. Ну, давайте сначала поговорим про нефтянку. 68.90 – это закрытие прошлой торговой сессии, 69.07 – сейчас котировки, и, словом, мы говорим про близость сопротивления в 70 долларов за бар. Мне очень понравилось сравнение, то, что сейчас рынок нефти, да и трейдеры, которые находятся на этом рынке, находятся между молотом и наковальником. В данном случае речь идет о поддержке для котировок в виде действующего соглашения ОПЕК по снижению производства нефти. Это, безусловно, стимул, который сеет надежды на то, что рынок нефти сможет стабилизироваться, состояние спроса и приложения сбалансироваться, и это, в конечном счете, будет стимулировать рост каким-то новым и новым максимум. И есть все-таки еще и молот, который влияет на настроение оптимистов. Этот молот представлен Соединенными Штатами Америки, которые увеличивают производство нефти и, не питая иллюзии, обозначают рынку весьма амбициозные планы и подтверждают эти планы реальными цифрами. И достигнуть совершенно каких-то исторических рекордных показателей по добыче, я думаю, что мы будем говорить об этих показателях как максимумах вот уже буквально через пару недель, особенно в свете отчетов прошлой торговой сессии. Действительно, вот это противодействие фундаментального фона, оно очень важно. Ну, если вы торгуете нефтью, вы наверняка уже попробовали ответить на вопрос, все-таки на какой из этих новостных фонов сейчас стоит сделать большую ставку. Ну, если вас интересует мое мнение, хотя для постоянных вам, скажем, трейдеров, которые не пропускают о брифинге, знают то, что я рассматриваю движение исключительно вниз, поскольку увижу потенциал для давления на котировки нефти. И основной аргумент – это штаты, которые продолжат перенасыщать рынок углеводородов. Вчерашняя торговая сессия крайне влатильна. Не будем говорить о том, что покупатели снова переплатили инициативу. Нет, мы держимся ниже 70 долларов за баррель, фактически вернулись с тем уровнем, на котором наблюдали котировки, что в начале этой недели, что на прошлой неделе, даже раньше. Пока это такой магнитный рубеж, психологическая планка, которую нужно ломать. И здесь я, конечно же, больше делаю акцент на агрессивной продаже, чтобы мы оставили этот уровень очень высоко и не думали о том, что есть снова шансы к нему вернуться. Напротив, хотелось бы видеть котировки ниже и ниже. Основным событием вчерашней торговой сессии для рынка нефти выступила статистика от Администрации аналитической информации по запасам нефти. До этого мы анализировали данные от Американского института нефти, позволили себе сделать в качестве прогноза такой выпад в сторону того, что официальные цифры тоже могут сигнализировать уже не о снижении запасов, а о росте. И, собственно, эти ожидания были оправданы, потому что действительно запасы выросли на 6,8-6,77, если быть совсем точным, миллионам баррелей. Тем самым была сломана тенденция, наблюдающаяся на протяжении последних 10 недель, когда запасы снижаются. Тут же нужно ответить на вопрос, почему в этот раз запасы не снизились, а выросли. И на передовой выходит такой обнадеживающий для продавцов фактор, то, что мы вступаем в сезон технического обслуживания нефтеперабатывающих заводов, что в конечном счете сказывается на объемах переработки и на аппетитах. Запасы увеличились, это действительно так. Но почему нет, не просело, ведь на фоне таких данных котировки могли потерять несколько процентов. Был, скажем, стабилизирующий новостной фон, который в итоге оказался более интересным для покупателей. Это статистика тоже по изменению запасов нефтепродуктов. И мы наблюдали довольно существенное сокращение запасов бензина. Но, опять же, друзья, я связываю это лишь с высокими показателями, с зонами, локальными внутреннего спроса. Если мы посмотрим, то, как менялся спрос на внутреннем рынке за последние недели, то он вырос больше, чем на 6-7% по сравнению с солнечным периодом годом ранее. И не нужно делать на это большую ставку. А вот на что можно сделать большую ставку, так это на статистику по росту объему добычи. Мы не сомневались в том, что в Штатах за прошлой неделю снова было добыто больше нефти, чем на неделе ранее. И в этом смысле также оказались правы, потому что производство нефти выросло на 41 тысячу баррелей. До 9,92 миллиона. Друзья, каких-то жалких 80 тысяч баррелей не хватает для того, чтобы мы добрались до вот этого психологического рубежа по производству в рамках американской экономики в 10 миллионов баррелей в сутки. Учитывая темпы изменения производства, которые мы отслеживаем от недели от недели, 80 тысяч – это показатель, который можно сделать даже в рамках одной торговой недели. И если уж нам совсем повезет, друзья, то уже в следующую среду, когда мы будем анализировать очередной отчет от администрации политической информации, цифра в 10 миллионов будет достигнута. Я считаю, что, возможно, медведи пока не бросаются в бой и не торопятся продавать нефтянку по той причине, что ждут вот этого фундаментального триггера. И как только 10 миллионов удастся достигнуть, распродажи проявят себя во всей красе. Ну, это сценарий, это прогноз того, что может случиться, мое субъективное видение происходящего. Но я, скажем, не то чтобы обнадеживаюсь, возможно, я даже воодушевлен тем, что вот этот показатель будет достигнут. Поэтому, друзья, как вы понимаете, ни в коем случае сейчас не могу поставить на хвост котировок нефти. Рубль 56.21 без изменений пропускаем. Если вам интересно, к какой логике сейчас придерживаться по рублю, ну, вам нужно посмотреть на брифинге, по-моему, конца прошлой недели, либо даже начало этого, где мы проводили параллель с политической составляющей, с динамикой цен на нефть и так далее. В целом я хочу отметить то, что пара донор рубль, если вы не знаете, когда стоит пойти в обменник, поменять рубли на валюту, хороший уровень сейчас. Потому что каждый раз, когда мы приближаемся к 55 и 56, я всегда говорил, друзья, что потенциал роста как минимум снова до 60. Вы понимаете, что это около 10% девальвации рубля и 10% потенциального дохода. Если поторопиться, проявить активность и хотя бы даже обратить внимание просто на физический обмен валюты, не говоря уже про спекуляции на рынке фортса. Дальше давайте двигаться. Доллар японская иена. Наконец-таки у нас сигнал того, что доллар готов показывать характер. Мы оказались выше 109, 109, 26. Это, конечно же, не 110, не 111. И уж тем более не наши целевые ориентиры выше 113. Но все равно, когда котировки держались ниже отметки 109, было боязно. Друзья, и мы старались искать на рынке, на чем же доллар сейчас можно купить. И вот, пожалуйста, заседание ФРС, которое, как я уже говорил, было последним под руководством Джанета Елен. Мы изначально настраивались на это заседание как на то, где вряд ли произойдут какие-то серьезные, существенные, да и вообще какие-либо изменения в риторике. И были правы, потому что, в целом, основные тезисы чуть не изменились. План ориентира остается таким же, как и раньше. Джанет Елен очень много в очередной раз говорила о прогрессе на рынке труда. И нужно отдать ей должное, друзья, потому что за время эпохи Джанет Елен ей удалось, ну, будем говорить, скажем, в таком единоличном ключе. Понимаем, конечно, что это не только ее заслуги, но все-таки она была председателем ФРС. И за этот период цели по созданию условий для улучшения ситуации на рынке труда были достигнуты. При ней было создано больше 10 миллионов новых рабочих мест. То есть уровень безработицы снился до минимума за последние 17 лет, 4,1%. И она продолжила политику жесткого монетарного регулирования, точнее, возобновила, возродила ее. И передала эстафету своему, скажем, соратнику, такому же идейному человеку, собственно, как и она, Джерому Пауэллу, который, как мы знаем, не собирается вносить тоже существенные коррективы, согласен с Джанет Елен и с текущим вектором политики, что ставки нужно постепенно повышать. И вот очень мне нравится в терминологии, снова не говорила Джанет Елен, потому что ужесточение политики должно соответствовать последовательной постепенности. Вопрос, сколько раз ставку поднимут в этом году? Кто-то говорит о трех, скажем, действиях в данном случае. Кто-то видит возможности для четырех повышения процентной ставки. Я предлагаю, пока поставили себя цель в минимум, она же довольно амбициозная, это все-таки три повышения ставки. И, возможно, друзья, вот анализируя, опять же, то, что мы слышали вчера, о том, что активность потребителей на очень высоких уровнях, потребители будут вносить существенный вклад в рост экономики, инвестиции на очень высоких значениях, ну, еще бы, с учетом таких показателей доходности по тем же самым облигациям. Важный вопрос – инфляция. Что с ней? Если мы вспомним прошлое заседание, то про инфляцию отзывались в негативном ключе, не видели, скажем, причин, из-за которых она остается на таком низком значении, говорили о том, что инфляция продолжит оставаться под давлением. В этот раз риторика была немного изменена. Ну, а может быть, даже и немного. Если покопаться в первоисточнике, то, собственно, ФРС видит очень хороший плацдарм о дальнейшем роста инфляции и считает то, что инфляционные ожидания будут расти, постепенно смещаясь к цели 2%, и в целом инфляционная обстановка, она стабилизируется с этим ценевым ориентиром. Насколько удастся разогнать этот показатель, неизвестно. Но для рынка это было достаточно, потому что тут же мы увидели, по тому, как меняется вероятность повышения процентной ставки уже на мартовском заседании. И сейчас она составляет 88%. Можно говорить о том, что решение уже фактически принято. Доходности от 10 лет, которые в начале этой недели, коснулись максимума больше, чем за 4 года. 2,7% мы говорили вчера после решения по ставке, и комментариев тезисных, которые были сделаны, прорвались выше 2,75%. Это тоже позитивный сигнал для доллара. Помимо этого, статистика от частного агентства, скажем, ЭДП по количеству новых рабочих мест. Классный результат, 234 тысячи. Прогноз был гораздо меньше. Прошлая цифра была также пересмотрена с улучшением. Ну и, соответственно, друзья, после таких сильных ЭДП мы с вами можем смело поставить на то, что и non-farm payrolls не разочарует. А значит, у доллара под конец недели еще один серьезный катализатор, который может заставить снова закипеть вот эту поддержку, которую мы уже накопили, даже в рамках текущей недели. Ну и, разумеется, позволит нам все-таки прорваться выше 110 иен за доллар. И я вижу основания, условия для этого, даже с учетом текущего календаря. Потому что сегодня мы тоже не опускаем руки, знаем, на чем можно поторговать. Это в 18.00 выйдут данные по индексу разгона инфляции и по индексу активности в производственном секторе, по ISM. Это очень важная оценка крайне, скажем, влиятельного ведомства. Соответственно, ждем должного отклика в долларе. Ждем, что американец не будет игнорировать рост доходности. Еще раз мы говорим о том, что эстафету председательства ФРС принял Джером Пауэлл. 3 февраля он приступит к должностным обязанностям, по-моему, или под пятого. Ну, в любом случае, в ближайшие дни. Это не суть важно, потому что с позицией Пауэллса мы тоже уже разобрались. И знаем, что политика американского регулятора так и останется привержена более жесткому режиму, более интенсивному повышению процентных ставок, тоже в прежней борьбе с низкой инфляцией, ну и, разумеется, достижением более высоких показателей экономического роста. Ну, друзья, я не просто так делаю такой большой акцент на фундаментальный понпу штатов, потому что, ну, продавать доллар на таком фундаменте у меня лично рука не поднимается. Да, больно сидеть в просадках, неприятно, видите. Но лично меня обнадеживает тот фундамент, который складывается, поэтому я лишь снова обращаю внимание на сколько могут быть результативные и прибыльные сделки по покупке доллара. Ну, надеюсь, какие-то из моих домыслов, комментариев оказали на вас определенное влияние и воздействие, вы тоже поверили в доллар. Чем больше, друзья, трейдеров, нас, кто верит в возможности хорошего роста американца, я думаю, тем больше шансов у нас действительно поддержать курс доллара. Евро против американца. Можно здесь сказать, что европейская валюта пока тоже не может определиться настроениями, отыгрывает и статистику. Вчера вышли данные по рынку труда Германии, хорошие цифры, общие показатели безработных, общая безработица. Все, скажем, лучше прогнозов по статистике. Правительство Германии пересмотрело прогноз по росту на этот год с 1,9 до 2,4%. Но все вот эти позитивные статистические отчеты меркнут в отчете крайне слабо по инфляции, потому что инвестиционный потребительский цен снизился на 0,1%. И что еще важнее, общий показатель базовой инфляции тоже просел с 1,1 до 1%. Очень сильно, друзья, мы не дотягиваем до цели в 2%. И я буквально в среду вам говорил о том, насколько важно сейчас сделать правильные выводы по факту выхода этих отчетов и выхода статистики по инфляции. Мы еще раз возвращаемся к мягкой риторике Драги и понимаем то, что ИЦБ не будет ничего делать с политикой до тех пор, пока на рынке не будут созданы условия для устойчивого роста инфляционных ожиданий. Эти условия нет, друзья. Поэтому стоит только доллару сейчас вырасти процента на 2-3, может быть, по налогу, но он достойный просто. Евро тут же будет камнем сыпаться вниз, и тем более, что мы понимаем, что для этого и основания причины есть. Фонд остается в растущем тренде 1,42. Сейчас котировки, как и раньше, нашим ориентиром полкосрочным является уровень 1,47. Мы опустили в ходе вчерашнего брифинга последний комментарий Карни, но лишь повторюсь, друзья, что так же, как мы и ожидали, рассчитывали, Карни действительно очень много говорил про инфляцию и видел причины в текущем слабом экономическом росте именно то, что потребители не оказывают никакого воздействия положительного на экономику. Ну, они не виноваты на ходе такой инфляции, конечно же, о росте расходов и речи быть не может. Поэтому Карни между строк, скажем так, касался вопросов целесообразности повышения процентной ставки. И если вы помните, больше квартала назад, когда появились разговоры о том, что Банку Англии придется повышать процентные ставки, мы видели даже прогноз этих действий потенциальных на ближайшие три года. И, собственно, следующий шаг по ужесточению политики, который мог бы быть предпринят Банком Англии, ожидался только в конце 2018 года. Так вот, исходя из последних комментариев Карни, уже в мае мы можем дождаться повышения процентной ставки. Про это ни в коем случае не забывайте. Рынок криптовалют остается под давлением. Рынок вряд ли сможет вернуться к позитивной динамике до тех пор, пока на нем снова не появятся позитивные новости, желательно касающиеся той же самой регуляции. Потому что все эти распродажи, которые случились, они с одной стороны связаны с тем, что азиатско-тихианский регион в целом закручивает гайки и ужесточает контроль за торговлей криптоинструментами. Еще и вот этот инцидент с Coincheck японской биржи, когда, скажем, были украдены сотни миллионов долларов, разумеется, в эквиваленте криптоинструментов. И в очередной раз, особенно те, у кого очень солидный капитал на этом рынке, задумались и осознали того, что на этом рынке очень много нерыночных рисков. То есть это не риск того, что вы примете неверное решение, а купить, продать и в итоге проиграете. К примеру, как это довольно часто бывает на рынке форекс и на почве в секциях. На рынке криптоинструментов есть еще риск элементарных краш, которые, к сожалению, случаются. И если происходит, то речь идет о таких баснословных цифрах. Вот очередная хакерская атака в этот раз наброшилась на одну из крупнейших японских бирж и оказалась для хакеров удачной. Это подпортило настроение. Но ничто не вечен, друзья. Я не хочу говорить о том, что рынок криптоактивов обречен. Но пока что настроения, которые на нем сложились, они от них не располагают к продажам. И если вы присматриваетесь, где же купить биткоин, я думаю, что несмотря на привлекательность текущих значений, биткоин сможет скорректироваться и имеет потенциал еще сильнее. Я думаю, что даже до отметки 8 тысяч или ниже. Американский фондовый рынок – позитивный день для американской фонды. Но не то, чтобы ему удалось скомпенсировать потери последних двух торговых сессий. Небольшой рост. Будем связывать это с технической коррекцией после серьезных распродаж. Все равно есть причины, по которым мы продаем американский фондовый рынок, и эти причины по-прежнему актуальны. Тоже возьмем передышку, друзья, посмотрим за дальнейшим развитием событий. Но я считаю, что мы вправе ловить S&P поближе к 2,5 тысячам пунктов. И хотелось бы, чтобы коррекция, которая развилась в начале этой недели, была продолжена более интенсивной распродажей. Ну, на этом, собственно, все. По событиям мы с вами поговорили, друзья. Если есть вопросы, как всегда, можете оставлять их на нашем канале на YouTube. Я с удовольствием на них отвечаю. Очень приятно, что вас интересуют альтернативные инструменты. Если что-то уж прям совсем хочется понять по фундаменту торговать, и я опускаю этот актив, вы можете попросить, опять же, через комментарии, чтобы я уделял вам внимание и этим инструментам тоже. Остается пожелать вам не только хорошей, а прибыльной, удачной, результативной торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра снова в прямом эфире через перископ на 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.